так и сразу второе включение в общем делаем из тюблис рейдер покрышек делаем нормальный тюблис покрышки что нам надо нам нужно для того чтобы разбортировать резину эти штуковины нам надо типа шприц который мы зальем на самом деле если руки есть можно и умут другим способом там через боковые короче кто кому надо поймете как делать сбоку залить реагент этот который будет клей заклеивать собственно сам клей который будет чинить нашу тюбе среди покрыть покрышку который заливается внутрь туда вот прямо если тут посмотреть вот то есть если вы пробиваете покрышку где-то в колесо крутится он сразу шик его залечивает за один два оборота и вы прям вы вообще не замечаете чтобы пробивать покрышку для чего это надо если вы покатаетесь по городу нафиг но это очень редко надо вот но в зависимости от покрышки ее у меня кросс-кантри вот этот краскантри велосипед вот а я на нем гоняю по дан хилл а дан хилл короче да вот нормальный дан хилл велосипед вот вы видите покрышку и не нормальный колечный но вот ну сам кросс-кантри он для песка больше вот и короче я уже каждую покатушку пробиваю по один-два раза колеса заколебался менять так чего надо дальше а вот эта лента это лента это которая будет вот на это место вместо вот этой красной фигулины ленты вот будет проклеена вот этой лентой который не будет пропускать этот это называется силен или клей по-русски короче но он не совсем клей я не знаю как это называется вот и вот эти штучки вот они типа отдельно покупаются и вам надо если вы пользуетесь шприцом чтобы заливать или надо вот такая хрень чтобы выкрутить там тоже не знаю название короче вот вот эту вот хрень так это для смазки цепи все вот это все не надо это итак первым шагом надо разбортировали покрыть камеру не выкидываем она пригодится если вдруг вы сильно пробьете вот то тогда она и у вас или у вас пересох этот силен который вы заливаете вот кстати он надо заливать каждые два месяца тире 6 месяцев зависимости от многих софт от влажности температуры прочего снимаем короче покрышку собака снимаем ленту которая идет и проклеиваем специальной лентой которую мы купили в этой есть вот дырку находим короче которую накачиваем вот от этой дырки отступаем про запас лучше проступить до с дырки через дырку вот так спасибо вот и проклеиваем весь опыт чтобы через дырку прошло два раза вот потом поставим эту фигню и будет все почти в общем проклеиваем получается такая картинка вот это плохо когда есть вот это вот зазорено потому что здесь будет давление она будет давить вот но что сделано то сделано посмотрим как она будет катать чувство придется переделать следующим шагом короче мы нагреваем какую-то металлическую шило или еще какой-то элемент для того чтобы сделать дыру в нашей ленте который мы сделали вот в ленту вставляем я не помню как эта штука называется в общем вот ты который я купил можно встретить хорошо есть вот эта резиночка это реально удобно потому что она позволяет прижать сильнее без нагрузки на обод смысла нагрузка распределяется равномерно вот зажимать столько руками на полную силу без инструментов потому что а вот может быть серьезно все будет короче опять тюблис рейди технология маза фаза чисто браза это смотрите когда одеваетесь мы оставляем вот эту часть чтобы мы туда закинули были на но вылезла чего-то херня какой-то ну ладно сейчас мы поправим короче суть в чем оставляем тут ямочку чтобы сюда заливать силен если у нас нету вот такой вот штуки шприца у нас есть поэтому попробуем закрыть сразу все когда одеваете аккуратно не повредите ту ленту которую вы сделали вот когда еще один момент когда одеваете стремитесь чтобы bird этот краешек вашей покрышки был не на не на краешке ближе к центру для того тогда покрышка будет более мягкая с обратной стороны то есть нам поможет отец но тем не менее тюблис рейди все помним то это все не просто это все все равно без этих штук вы не обойтись ну скорее все не обойдетесь если как бы либо покрышка нормально либо руки у вас нормально как бы надо сочетание двух составляющих тогда может и обойдетесь иначе этим вторым составляющим являются куфи реклама куфи хрень это помогает тебе ставить покрышку еще кому-то и мозги не судите строго ничего делаю первый раз но смысле покрышку меня не первый раз но ночью первый раз вот смотрите плохо идет почему плохо идет вот это все поправил опять вот вот она расстояние забирал вот сейчас легче должно пойти о а почти сразу залезла потому что подправил чуть-чуть и все струящили всю покрышку все сейчас будет момент истины проверяем что все на месте как видите вот накачали посмотрели что все работает бороздка потом про бороздку расскажу фигня бороздка короче самое главное что держит держит хорошо короче добавляем силен силен должен по вылазить всякие штук вы давно начинаем сильно ее закачивать плюс там вот и ну мы сейчас все покажем пока надо спускаем покрышку нам не надо воздух здесь вообще амиде вы слове слова и новый первый раз первый раз делать процедуру вот так вот берем что по-русски показывает какую-то резинку надо снизу под резину это пропустим надо вот этой штучкой вот этой штучкой крутить берем этой штучкой куда она залезет эта штучка никуда не залазит эта штучка окей короче смонтируем все так что вы не заметите что мы тут парились айфанды айфанды короче чулаки смотрите самом деле там она не ровная и там вот в одном штучке она проходит и она крутится видали вот это поворот light change everything об дырочка а это умная система не профукать ее так окей берем себя трясем какой-то он очень этот читаем инструкцию по силен ту визван сайт уже инсталит хэн короче у нас два стороны инста инсталит большое 2,5 на 4 нам надо 63 где-то до 100 миллилитров первый раз заливаем чуть больше потом подливаем поменьше recommended quality main christ edition project хочу может увеличиваться ворк это неважно inflation это как надувать begin installing second sight вольф ботал комплит ли шей о инверт воркал комплит ли шей rules and pull into wire while keeping bottle и свертел бутыл инверт Время! Знаете, сколько я заплатил за этот простой шприц? 10 баксов, блин. Маркетинг. Надо было идти в аптеку и покупать шприцы. Я сказал, что я платил за это 10 долларов. 10 долларов? Да, если я был... Пользуйся. О! Это всегда не легко. Спасибо. Спасибо. Итак, мы взяли... 500. Ремоуин. Не профукать в эту... Ух... Я знаю, как это работает, когда падает где-то. Наши колеса, короче, 2.1. А у них... 2.5... 4.5. Я думаю, что это должно быть достаточно. Это должно быть достаточно. Это должно быть достаточно, вообще. 60 долларов. Кам. Окей, давайте возьмем 10 долларов. Просто так. О! Они имеют ов. Они сказали, что используйте 2-3 ов. Мы добавили 2 ов. И плюс 1-е. Ов. Наши... Короче, ребята. Ой, блин. Каждый... Каждый видосик говорит свое значение. Ну, в целом, все сходится, конечно, в районе 50 до 100. Вот. Это переднее колесо. Неважно, какое колесо. В принципе. Так, откручиваем. Сейчас будем... Закручиваем тоже без... А, ну все. Моста перестала докручиться. Хорошо. О! В общем, смотрим внимательно, чтобы везде прошло по этой... Каемке. Чтобы она везде стала... Что делаем дальше? Наканяем немножко на угол, чтобы оно прокатывало полностью по крышке. С одной стороны, равномерно, чтобы распределить этот силант. Вот. И все люди еще советуют потряси, что мы сделаем. Так. Покрышки с этой фигней не надо перекачивать. First tubeless tire in my life. Короче, кто не понял, будет укорочено видео со второй покрышкой, наверное.